спустя столько выпусков о силе хвата я таки добрался до самого сильного атлета в сдавливающем хвате на планете виталия лалетина сегодня выясним как этому спортсмену удалось развить просто чудовищную силу сжатия почти 160 килограмм обсудим генетику силовые рекорды работу дальнобойщиком и многое другое в общем как всегда приготовьтесь получать ударную дозу мотивации от героя сегодняшнего выпуска ну и конечно же не забывайте сделать свои выводы после просмотра ведь благодаря таким примером как виталий лалетин уверен вы сможете вывести уже свою силу хвата на совершенно другой уровень все на этом предисловие окончены колотите свой любимый напиток и поехали начну с того что виталий как спортсмен поистине уникальный я бы сказал что он пример того как можно очень точно найти свои сильные стороны и развивать о чем это я спросите вы я имею ввиду что виталий не какой-то там разносторонний спортсмен по типу андрея смаева который и жмет много и подтягивается на свободное время изучает элементы воркаута нет лалетин этот спортсмен который узконаправленно занимается именно армрестлинга и силой своего хвата но зато эти параметры у него выведены на самый высокий в мире уровень при том что у виталия есть еще и основная работа дальнобойщиком и он без проблем совмещает такой вид деятельности с мировыми результатами своем ремесле при этом виталий признается что порой удается в неделю потренироваться лишь один раз на бывает приходится не работать чтобы хоть как-то подготовиться к предстоящему турниру по армспорту однако в целом по его словам работа дальнобойщиком и армспорт вполне себе совместимы ведь основная нагрузка в тренировках по арму и хвату приходится на связки которые требуют длительного восстановления вот собственно говоря в промежутках между такой работой и тренировками данное восстановление как правило и происходит конечно недавно в италию сделали замеры и оказалось что его предплечье в обхвате составляют 46 сантиметров а бицепса виталий и вовсе решил не мерять потому как по его словам он даже на несколько сантиметров меньше что на самом деле бывает достаточно редко и очередной раз свидетельствует о том что данный спортсмен действительно ставит фокус на проработке тех функций своего тела которые ему наиболее нужны и актуальны и не пытается достигать всего и сразу вот вам для демонстрации небольшой дружеский поединок лари уилса и виталия где становится понятно что размер твоего бицепса в этом спорте точно не решает что же перед тем как мы приступим к главной теме на сегодня и обсудим хват этого спортсмена давайте вкратце пройдемся по его силовым на канале кирилла сарычева виталий поднял штангу на бицепс стоя 132 с половиной килограмма при том что обычно армрестлер тренирует это движение сидя дабы усилить рычаг и в такой технике личный рекорд лалетина составлял 130 килограмм жим поддался только 140 но опять же это упражнение армрестлером совершенно не актуально и данный тест проводился скорее просто с точки зрения спортивного интереса ну и просто для чистоты формата шоу на раз подтягивания которые делал виталий конечно же многими экспертами воспринимались как халтурные но опять же помните о специфике и о том что не всем спортсменам нужны эти идеальные солдатские подтягивания с выпрямлением локтей если уж на то пошло то в инстаграме виталия вы без проблем можете найти видео нарезки на которых видно что и чисто он подтягиваться тоже умеет так что как говорится не докапывайтесь чуть более профильно силу лалетина проверял и виктор блуд где виталий безо всяких проблем ломал гвозди нарвал жгуты и конечно же показывал богатырскую силушку на эспандере в 132 килограмма причем без какой-либо подготовки конечно как вы понимаете этот результат не максимальный у виталия более того когда он впервые попробовал сжать такой эспандер у него получилось выдать 123 килограмма после чего виталий загорелся этим делом начал практиковать такой вид тренировок раз в неделю и все это привело к абсолютному мировому рекорду согласно официальной сертификации лучший результат спортсмена он же мировой на правой руке составляет 157 и 7 килограмма а на левой 148 и 3 помимо этого виталий также закрывает один из самых жестких эспандеров в мире капитан of crash 3 с половиной и обладает рекордом в поднятии роллинг тандера то есть веса за вращающуюся ручку 117 килограмм короче по части хвата монстрее и сильнее человека нужно еще поискать по факту конечно во многом такой силе виталий обязан не только тренировкам но и генетики все-таки у него очень длинные пальцы что безусловно помогает демонстрировать такие показатели даже и спандер джем ему сделали под заказ потому как пальцы в обычную раму просто не помещались помимо этого длинные пальцы помогают лучше обхватывать всевозможные ручки по типу роллинг тандера и при сжатии спандеров как пояснил мне виталий он тоже обхватывает большим пальцем 4 основных что в свою очередь дает ему преимущество однако как бы там ни было генетика это еще не все эксперты к примеру говорят что мол если хочешь много сжимать набирай собственный вес тела якобы дрыщам это не дано но знаете не тут то было вот вам один любопытный пример гриши который весит 190 килограмм ну вот вам и результат 55 килограмм привесив 190 поэтому не скидывайте все на генетику а лучше купите себе вот такие расширители хвата и тренируйтесь с ними я уже не раз говорил что это по факту одна из самых универсальных приспособ для эффективной проработки хвата как в домашних условиях так и в зале купить их можно на е-каталоге и выбрать самые дешевые чтобы даже не переплачивать просто отсортируйте данный товар по цене и пользуйтесь по факту соотношение цены и реальной пользы от таких расширителей очень даже неплохое там же вы можете найти другие товары по укреплению хвата будь то эспандеры powerball и кстати прикольная штука если вдруг не пробовали ну и много чего еще ссылки на все страны где можно купить оставлю в описании а мы вернемся к нашему сюжету теперь просто интересный факт когда виталий только начинал заниматься армспортом то весил верить его в это или нет всего 47 килограмм и выступал в этой категории затем было 52 килограмма 63 80 и постепенно он вышел на весовую категорию в 130 килограмм которая как и наверное в любом другом виде спорта является самой интересной и зрелищной все-таки наблюдать за тяжеловесами всегда более захватывающим особенно на таких громил как цыпленков или ливанца генашвили с которым кстати по словам виталия бороться было сложнее всего за всю его карьеру но она и не удивительно ведь это сильнейший рукоборец планеты но сложность поединка не всегда сценивается лишь соперником предлагаю вам послушать историю самого длинного поединка не только в жизни виталия но и за всю историю армспорта много с кем сталкивался это проигрывал с кем-то были тяжелые затяжные поединки кстати есть мне поединок который подлился больше 10 минут его признали самый длинный поединок в истории еще пока никто по времени на официальных соревнованиях не перебил его боролся я со спортсменом из казахстана это александр гитала 2015 год боролись в малайзии в калалумпуре мы с ним так был наш финальный поединок давайте теперь обсудим тренировки виталия обычно он выделяет на них три дня в неделю в основном это конечно же чисто специализация для армрестлинга однако как только спортсмен стал активно набирать массу то подключил к своим тренировками еще и о фп и в межсезонье как правило атлет старается поднять свои показатели в физической силе будь то подъемы на бицепс подъем на бок тоже укрепление хвата или другие сопутствующие армспорту движения но когда дело подходит к соревнованиям то конечно же фокус снова смещается на специализацию и борьбу чтобы максимально подготовить свои суставы и связки предстоящему турниру так как если выходить бороться на одном о фп мышцы отвыкнут от поединков и ни к чему хорошему это в конечном итоге не приведет но и общая подготовка как отметил виталий тоже важно и забивать на нее не стоит поскольку только вместе с вашими силовыми будет прогрессировать и ваша борьба поэтому смещать фокус в ту или иную стороны это совершенно нормально но исключать о фп или реальную борьбу конечно же нельзя все-таки это звено одной цепи которая не будет целостной убери вы оттуда одно звено вообще друзья у виталия есть и собственный канал на ютубе где он в последнее время проявляет неплохую активность там и про борьбу и про тренировки короче фанатам армрестлинга точно будет за что зацепиться ну а если вы уже давно планируете поднять свой уровень о фп то приглашаю вас в наше спортивное комьюнити в котором уже более тысячи человек каждый из которых при условии конечно же соблюдения наших рекомендаций добивается значительного прогресса напомню что у нас работают профессиональные тренера чемпионы мира а недавно один из наставников алексей лапин который кстати тоже является многократным чемпионом по армрестлингу еще и стал главным официальным судьей на чемпионате по стритлифтингу в украине короче все ссылки на наши проекты будут в описании там вы сможете подробнее узнать как у нас там все устроено ну а я прощаюсь с вами совсем ненадолго это был федор чепкий еще увидимся пока